Представьте себе, что у нас есть пять точек, любые две из которых соединены отрезком одного из двух цветов. Поехали! Соединены вот так вот красными отрезками и вот так вот они соединены синими отрезками. Есть треугольник с вершинами в наш точках, все стороны которого одного цвета. Очевидно нет. Потому что какой бы треугольник ни взяли, у него обязательно найдутся и красная, и синяя стороны. Согласны? Такой треугольник не считается, потому что это не точек. Я имею в виду вот только эти пять точек. Отлично. А вот если у нас есть шесть точек, и они между собой соединены тоже отрезками красного и синего цвета. Все то же самое, только повторяю. Точек шесть. Пусть точек шесть штук. Это очень простая конструкция. Смотрите. Берем любую из них. Любую из шести точек. Например, вот эта. И говорим, что вообще-то из нее выходит пять отрезков. Когда отрезков пять, то обязательно среди них либо есть три или больше синих, либо среди них есть три или больше красных. Ну, здесь синий и красный пока входят симметрично, поэтому давайте, пусть, например, есть три красных отрезка. Вот один красный отрезок, второй красный отрезок и две красные отрезки. Замечательно. Скажите, пожалуйста, как между собой должны быть соединены вот эти точки, чтобы не было красного треугольника? Ну, синим. Синим, конечно. А эти две точки тоже синие. И здесь возникает великий вопрос. Если этот синий, то тогда синий треугольник. Если он красный, то красный треугольник. Ребята, смотрите, что дают эти две картинки. Точнее, эта картинка и вот это рассуждение. Мы только что доказали, что число Рамсея от трех в трех это шесть. Определение. Числом Рамсея называется наименьшее количество точек. Такое, что если любые две из них соединены отрезком, причем этот отрезок или красный, или синий, то либо найдется треугольник, в котором все синие, либо найдется треугольник, в котором... То есть, говорится, что синих мы будем писать сначала, красных писать потом. И давайте все-таки я это определение напишу для того, чтобы не было туда треугольник. Итак, число Рамсея наименьшее, какое n, что в любом полном графе, то есть, каждая точка 17 из каждой, в полном графе. Полный граф обычно обозначает так, k с индексом n. n это количество вершин. Ребра, которого раскрашены в синий и красный цветах, ребра, которого синие или красные, то есть, каждое ребро цвета, не лебра. Здравствуйте, а почему тут такое n, что в любом полном графе k n? Откуда слово «любой»? Ну хорошо, что в полном графе k n найдется полностью синий граф, вот граф k s, или полностью красный граф k n. Господа, разумеется, я сейчас должен составить табличку очевидных результатов о этих самых числах Рамсея. Вот давайте подумаем. То есть, у меня здесь s, и здесь t. 1, 2, 3, 4. И здесь пошло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Замечательно. Что мы только что нашли? Мы только что нашли число от 3, 3. Это число 6, и оно расположено вот здесь. Замечательно. Ребята, давайте подумаем, что такое число Рамсея от единицы. 2. А на самом деле от единицы. На единицы, конечно, ничего. Конечно, единицы. Так, а от единицы и двойки? А почему единицы? Ребра нет. А и не надо? Нам и не надо. Если нам достаточно, чтобы нашелся полностью синий k1, понимаешь, там, где чего-то нет, оно одновременно и синий, и красный. Если у нас рюрбер нет, то мы должны утверждать, что они там одновременно и синий, и красный, и какие угодно. Итак, кто догадается, какие здесь числа? А, если подумайте. 1. 1, конечно. Конечно, здесь нигде единицы. Потому что k1 уж точно найдется. Если вам дали граф на одной вершине, то в нем найдется полностью синий подграф на одной вершине. Так, то есть это неинтересно. Это по очевидной причине единицы. Вот ревярная причина, да? Это никакая не высокая математика. А вот это интереснее. Что такое полностью синий подграф к 2? Это отрезок. То есть должен найтись или красный отрезок, или синий отрезок. Это что такое? 2. 2. Так. Должен найтись или красный треугольник, или синий отрезок. 3. 3. Давайте поймем, почему не 2. Потому что вы могли взять красный отрезок, и тогда он не был бы ни синим отрезком, ни красным треугольником. Так, догадайтесь, что здесь будет. 3. Конечно. 4, 5, 6, 7. Так, а здесь что будет? Тоже. 3, 4, 5, 6, 7. То есть смотрите, в некотором смысле вот эта задача первая нетривиальная задача. То есть у нас здесь есть уже над чем подумать, ну хотя и не так уж и сложно. Давайте идем дальше. Число Рамсея от чисел 3, 4. То есть нам нужно или... Что или? Или полный четырехугольник. Полностью красный четырехугольник. Причем четырехугольник вместе с диагоналями. Представитель чсиний. С мы обозначили как синий. Да, вот 3, 4, да. Или красный четырехугольник, или синий треугольник. Господа, так? Интересно, сколько же это? Если честно, ответ я знаю. Интересно, кто из вас знает? Ага, никто не знает. Да, это сколько? 9. 9. Если из точки вышло 4 синих отрезка. Получается... И при этом нет синего треугольника, то понятно, что вот этот отрезок должен быть красным. И этот должен быть красным. И этот. И этот. И этот. И возникает проблема. Последний отрезок. Если он синий, то синий треугольник. Если он красный, то полный красный четырех. Вот, господа, таким образом, если из точки вышло 4 или больше синих отрезков, то ситуация... Понятно. Хорошо? Давайте посмотрим тогда вот на что. Может ли из точки... Только давайте новую черту же нарисуем. Значит, та же самая точка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Может ли из точки выйти шесть красных отрезков? И красных что? Меньше. Меньше. Меньше, чем шесть. Отлично. Сейчас у нас такая ситуация. Есть граф на девяти вершинах. Каждый либролик красный, либо синий. Если из какой-то точки выходят четыре синих отрезка, то тогда между собой они могут быть соединены только красным, потому что иначе возникнет синий треугольник. И сразу получается противоречие. Значит, мы можем написать, что синих отрезков из любой вершины выходит не больше, чем трещины. То есть меньше, чем четыре. Вот другая процента. Если из некоторой точки вышло шесть красных отрезков, то в таком случае, если мы посмотрим на вот этот граф на шести вершинах, у него все ребра красные или синие. И там найдется под граф на трех вершинах или синий, я тоже полностью перешел задачу, мы нашли синий треугольник, или красный, но тогда вместе с этой точкой будет полный. Значит, красных отрезков меньше, чем шесть. То есть красных отрезков не больше, чем пять. Но, господа, вообще-то из любой точки выходит восемь отрезков всего, потому что граф на девяти вершинах. Значит, в точности должно быть синих ровно три и красных ровно пять. А бывает ли граф на девяти вершинах, в котором из каждой точки выходят ровно три синих ребра? Нет, не бывает. Потому что если у нас девять вершин, и из каждой выходят три синих ребра, то всего будет девять умножить на три, двадцать семь. И при этом каждый ребро подсчитано дважды. То есть у него получается двадцать семь вторых ребра. Это они, целое число. Господа, я только что доказал, что на самом деле число Рамсея не превосходит девяти. Для того, чтобы доказать, что оно в точности равно девяти, нужна картинка. А именно, нужно взять граф на восьми вершинах и действительно нарисовать там эти самые ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова